Всем привет, вы смотрите Огненное ТВ. Для эксперимента с плавкой стекла, который я надеюсь получится и вы его скоро увидите, мне потребовался вместительный тигель. У меня его не было и я решил попробовать сделать его своими руками. После сверления шамотного кирпича в видео про плавку металлов у меня остался порошок шамотной глины, которую я приберег на черный день. Просеянную глину нужно смешать один к одному с гипсом, разбавить водой до состояния густой сметаны и выложить в заранее подготовленную форму. Эх, звучит прям как какой-то кулинарный рецепт. Углубление в тигеле нужно сделать с помощью какого-нибудь гладкого предмета. У меня это лабораторный стакан. Гипс получился жиденький и стакан из-за этого всплывает. Налью в него воды, чтоб пригрузить. Спустя минут 20 можно вынимать стакан. Я надел перчатку на случай если стакан лопнет и вращающими движениями вынял стакан. За счет жесткости стакана его легко выкрутить из гипса. Что-нибудь пластмассовое было бы гораздо сложнее вытащить. А вот теперь самое интересное, как вытащить гипс из пластикового контейнера. Он засел внутри намертво и даже и нет ни малейшего намека на успех. Скорее получится его расколоть, чем вытащить. Но! Внутри гипса еще очень много воды и этим можно воспользоваться. Ставлю в микроволновку и грею до появления звука кипящей воды. Водяной пар начинает переть изо всех щелей в гипсе и попадает в промежуток между гипсом и пластиком. Пластик этот кстати полипропилен, он начинает размягчаться только при температуре в 130 градусов, то есть это выше температуры кипения воды, так что с формой ничего не произойдет. После закипания гипсовый черепок без всякого труда вываливается из формы. Получился прям аккуратный цветочный горшок. Перед использованием его нужно просушить. Это делается также в микроволновке, минуту на нагрев и 10 минут на остывание. После 3-4 таких циклов тигель полностью высыхает и перестает нагреваться в микроволновке, а это значит, что воды в нем не осталось и он готов к использованию. Как я уже говорил, делал я этот тигель для плавки стекла, который я хочу расплавить в следующем выпуске. Тигель нагревался продолжительное время и был подвержен высоким температурам. Куски стекла сплавились и намертво прилипли к тиглю. После остывания пришлось его сломать, чтобы посмотреть, что получилось. Стекло смачивает стенки тигля и становится с ним одним целым. Для плавки стекла этот тигель не совсем подходит. Замешиваю еще шамот на гипсовой смеси и делаю два небольших тигля. Точно так же вынимаю их из формы и с помощью микроволновки потом просушиваю. Первым делом стоит попробовать расплавить немножко серебряного лома. Температура плавления серебра составляет 962 градуса. Немало. Форма тигля не совсем правильная для таких целей, она должна быть чашеобразной, чтобы пламя могло беспрепятственно проходить по ее поверхности с минимальными завихрениями. Ювелир я отменный и поэтому очень долго пытался отлить одну целую каплю серебра. Я использовал буру и переплавлял то, что получилось несколько раз. Наверное раз пять точно переплавлял, но все-таки получилось отлить одну каплю. Ну не смотрите на то, что она черная. Ну кажется так и должно быть. Ладно, речь сейчас не о серебре, а о тигле, который я грел и остужал несколько раз. После моих издевательств он выжил и даже не лопнул. Есть небольшие трещины на дне, но они не приводят к разрушению тигля. Можно использовать его и дальше и еще раз на пять его точно хватит. Во втором тигле попробую расплавить медь. Опять же, из-за неправильной формы тигля сделать это сложновато. Медь плавится при температуре 1083 градусов. Это на 120 градусов больше, чем для серебра. Медь слиплась в один кусок и так и осталось лежать на дне. Расплавить ее на дне у меня не получилось. Для хорошего разогрева не хватило мощности моей горелки. После остывания выковырять медь получилось только вместе с куском тигля, который к ней прилип из-за расплавленной буры. Такое происходит со всеми керамическими тиглями, не только с моими самодельными, но и с покупными. Если б не прилипания, то и второй тигель сохранил бы свою работоспособность. Сейчас попробую сделать тигель из гипса и обычного речного песка. Но в этот раз он будет особой формы, чашеобразной. Делал все так же, по старой схеме, сушил в микроволновке и вот что получилось. На гипсе много раковин и я решил их замазать. Замазал обычным гипсом и это было зря. Позже, после высыхания, от нагрева он весь отслоился и привел к растрескиванию тигля. В этот раз серебро я вылил в воду и получил вот такие капли. Они имеют желтый цвет, если есть среди вас профессиональные ювелиры, то скажите пожалуйста, почему так происходит? Это из-за буры, или медь из сплава выступает на поверхности, либо это вообще не серебро, а фигня какая-то. Не, ну вроде серебро. Думаю всем было бы интересно узнать что это такое. Новая попытка. Тигель меньшего размера из речного песка с гипсом и углублением сделанным с помощью мячика для пинг-понга. Мячик после разогрева в микроволновке уже никогда не будет прежним. Пока гипсовая смесь еще влажная, я счистил слишком высокие края, сделал их чуток пониже. Внутренняя поверхность получилась практически идеальной и гладкой, и все вроде бы должно пройти хорошо. Ай, как всегда, расплескал на самом интересном месте. Короче, получились вот такие капли серебра. Тигель покрылся мелкими трещинками. Напомню, что это смесь гипса и песка. Со смесью гипса и шамота такого вроде бы не происходило. Но несмотря на эти мелкие трещины, тигель получился вполне работоспособный. Можно еще слегка форму тигеля доработать для большего удобства и сделать пресс-форму, и тогда вообще будет класс. Можно будет таких тигелей за час штук десять наклепать от начала до конца, а себестоимость у них меньше рубля за штуку. Идеальный вариант. Так, ну и напоследок, относительно большой тигель из песка с гипсом и плавка алюминия. Горелка у меня не настолько мощная, чтоб прогреть хорошо такую массу металла, но все равно что-то да получилось. Ну сейчас главное не расплавить, а проверить тигель на работоспособность и устойчивость к нагреву. Как видите, пока тигель горячий и на нем нет вообще никаких трещин. Но они потом паяются из-за неравномерного остывания. Если использовать такой тигель в муфельной печи, то нужно после заливки оставлять его остывать внутри печи, тогда он прослужит гораздо дольше и не будет трескаться. Ну и в конце я захотел проверить, как будет вести себя серебро в покупном керамическом тигле. Расплавить горелкой в нем что-то просто нереально, так как он вообще не держит тепло. Пришлось сделать тепловой заслон, но даже с ним мне потребовалось гораздо больше времени, чтоб расплавить мои три капли серебра. И кстати, тигель почти сразу лопнул от перегрева, хотя я старался прогреть его вначале по всему объему, но это не помогло. С огромным трудом у меня все-таки получилось вылить серебро, но на поверхности тигля прилип слой металла и прям конкретно прилип. Отрывался вместе с керамикой и вы видите, что это именно металл, а не просто шлак. И получается, что мои самодельные тигли лучше, чем вот такие покупные, честно говоря не ожидал от них такого результата. Для больших объемов мои тигли может не совсем подходят, но для мелочевки вообще самое то, дешево и сердито. Ну что ж, вот такие результаты. Если понравилось видео, то не забудьте подписаться и поставить свой драгоценный лайк, это очень важно для развития канала. Вы смотрели Огненное ТВ, до новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok